Если мне будет позволено, я просто хотел бы отреагировать на весь комплекс вопросов, которые были подняты. Пошли выступления нашим докладчикам. Значит, вот Федор Шаловковедяев, профессор высшей школы экономики. Вадимович. Дата рождения. Безусловно, идеологема Москва-Третий Рим это определенное воплощение национальной идеи. Почему? Потому что в эту формулу отлилось представление о вселенской ответственности России, которая существовала подспудно до этого. То есть монах Филофей не впервые об этом заговорил. Но он создал эту форму. Вселенская ответственность, которая тогда, в тот период, понималась, не всем это известно, понималась как ответственность русского царя, для тогда еще великого князя, за судьбу православия. Потому что тогдашняя Московия была единственным независимым православным государством. Все остальные православные земли находились под управлением иноверцем. Безусловно, эта идеология Москва сформировала определенные наши отношения к окружающему миру. Потому что точно так же, как американцы не могут не мыслить глобально, точно так же и русские не могут не мыслить глобально. Поэтому вот одна из контроверсов, о которых ты говорил, то, что нам часто предъявляют претензии или не претензии, или задают вопросы, ну зачем вот так ставить проблемы, да, широко. Мы их часто слышим от наших бывших товарищей по несчастью из социалистического лагеря, но мы действительно иначе мыслить не можем, просто в силу того, что мы выросли там не в Чехии, и даже не в Чехословакии, и даже не в Польше, и не в Венгрии. Потому что те же самые австрийцы мыслят глобально, хотя у них это совмещено с таким травматическим синдромом потери империи, но тем не менее они все равно мыслят вот, еще продолжают мыслить этими категориями, потому что они еще помнят ту ситуацию, когда владели не только большими территориями, но и определяли судьбы Европы, а значит и мира. Во всяком случае, вот в старшем поколении дипломатов, с которым мне приходилось общаться в начале 90-х годов, это чувствовалось очень сильно, да, то есть они еще выросли вот там, заканчивали гимназией и учились в университетах, еще получая образование от людей, для которых все это было еще совершенно наполнено жизнью. И вот этот вот наш как бы интерес к глобальным проблемам, к глобальным постановкам он идет отсюда. И это на самом деле связано с тем, о чем ты говоришь, с собиранием земель, да, то есть вот это вот как бы идеологема Москва-Триотерима, она перекликается вот с этим собиранием земель, потому что не было бы такой постановки вопроса, ну, у меня нет полной уверенности, что все развивалось вот так, как развивалось. Тем более, что под лозунгом этим, да, Москва-Триотерима, на самом деле решились вполне практические задачи, да, когда надо было выбить пробки с наиболее тогда перспективного торгового пути речного по Волге, да, значит, под лозунгом «Москва-Триотерим» вполне себе завоевывали, воевали Казань и Астрахань, решая пагматичные задачи развития торговли, развития экономики. Второе, о чем мне хочется сказать, это о ценности. Ценности очень важны, и они перекликаются с тем, что ты говорил там, историзма через косую, как бы, духовную, да. Здесь действительно есть фундаментальная, большая разница, базовая разница между подходом к ценностям в рамках единой цивилизации, я не считаю Россию отдельной цивилизацией, я не считаю русскую культуру отдельной цивилизации. Это вариант, безусловно, европейской цивилизации, и, как бы, мы восток-запада. Но вот в чем наше отличие как восток-запада от запада? В том, что, начиная с эпохи посвящения, на протяжении последних, там, трехсот лет, двухсот с лишним лет, запад постепенно пришел к тому, что ценность он воспринимает исключительно инструментально. То есть он готов обсуждать только инструментальные ценности, в том числе, там, неважно какие, демократия, там это будет, или образование, или там, достижительность, или трудолюбие, да, но все это инструментальные ценности, которые не автономны, они не самостоятельны, они не самодостаточны. Потому что эти инструментальные ценности являются позитивными или негативными в зависимости от того, в какой системе абсолютно фундаментальных ценностей они функционируют. Ну, приведу самый яркий пример, наверное, да. Гиктор пришел к власти при помощи демократических ценностей, демократических процедур. Все было чисто. Да, потом, как он там себя повел, это все было потом, но пришел к власти абсолютно демократическим путем. Да, конечно, среди его соратников у людей блистающих образований было не так много. Но Розенберт был блестяще образованным человеком. А уж как трудолюбиво, достижительно, аккуратно, идентично, проявляя высочайший духовенческий профессионализм и менеджерские способности, осуществлял Холокост Гимлян, как бы обсуждать не приходится. Да, и вот здесь есть, я повторяю, большое различие между нами, как Востоком Запада и Западом Запада. Потому что мы, как раз, главное значение придаем вот этим фундаментальным ценностям. Да, и здесь вот можно говорить о духовности, можно говорить о православии, которое, безусловно, внесло в это свой полосальный вклад. Но о духовности не только православие. Кстати, между прочим, и шаманы уделяют этим базовым ценностям главную роль, да, а не инструментальную. То есть это, как бы, общее достояние всех, кто живет, и мусульмане, и буддисты, все, да. Лудаизм уделяет основное место. Не что ты делаешь, а во имя чего ты делаешь. Главное, во имя чего ты поступаешь. И здесь мне думается, что если говорить об идентичности, то, конечно, идентичности нашей, да, должна быть культура. А русский тот, кто, вот, разделяет определенные культурные параметры, да, потому что, если мы вспомним, ты там говорил о племенах 16, дело в том, что и восточные славяне, и русские как таковые, это, безусловно, непонятие крови, да, потому что вспомним генерала Кауфмана, который вместе со Скобелевым, да, присоединял Среднюю Озию, и, как бы, вот, Верещагинские картины там, да, это как раз результат деятельности Кауфмана, который, значит, подарил восстание в Самарканде и Бухаре. Вот его, он лютерален, кстати, из уздейских немцев, вот его завещание, которое было высечено на его могильной быте. Похороните меня в Ташкенте, это настоящая русская земля, куда не стыдно лечь русскому человеку. Кто такие Рансерей и Бенуа, они что, французские художники? Русские художники, это чьи? Да, кто такой Бехтерев, да, это же, как бы, Бехтер, понятно, что там его дед был немцем, да, Бутлеров, понятно, что его предком был Батлер, да, Даль, когда пишет традиции нашего народа замечательные и так далее, и так далее, да, всего лишь сын шведского офицера, перешедшего на русскую службу, да, датского, да, датского офицера, перешедшего на русскую службу, да, полагающего абсолютно русским сознанием. Маннергейн вам известен по линии Маннергейна, да, но никто не помнит о том, что весь конец 17-го и первой половины 18-го года Маннергейн провел в метаниях между Москвой, Питером, Киевом и Одессой, пытаясь принудить русских генералов к тому, чтобы они объединились и пошли единым фронтом на большевиков. И только когда понял, что это бесполезно, уехал к себе в Финляндию и там, значит, он занялся строительством финского государства. То есть он обладал абсолютно русским сознанием, этот, этот финский немец, да, и таких, таких огромное количество. То есть русский это не кровь, да, это культура. Можно вспомнить опять же Тургеневых, Карамзиных, да, соответственно, по происхождению были тюрки, их предки были по происхождению тюрки, и так далее, и так далее. То есть вот если взять это за принцип, в какой-то степени это даже может быть какой-то трансформацией национальной идеи. То есть внушить, внушить всех живущих, всем живущим здесь. Да, кстати, еще один блестящий пример. Был, как вы знаете, такой замечательный русский предприниматель, издатель Гершинзон. А? Ну как же, Гершинзон, издатель еврейской энциклопедии и издатель многих русских классик. Ну что, Михаилович, но и другого. Значит, на... Нет, ну, Гершинзон это не самая редкая фамилия, да, не самая редкая фамилия. Михаилович. Значит, на одном из еврейских съездов в начале 20 века ему задали вопрос. Ну, типа, примерно такой же, как с кем вы мастера культуры, да? Он сказал, что когда я выступаю как общественный деятель, как предприниматель, как человек, который живет в стране, где мы все живем, то я русский. Когда я выступаю как сын своих родителей и как верующий человек, я иудей. Да, то есть вот у него это не вызывало никакого как бы раздвоения личности такое состояние. И вот понятие русского как зонтичный какой-то вот, да, организующий систему, внутри которого, там, человек может быть, там, я не знаю, мусульманинам, иудеям, православным католикам, литералинам, там, не знаю, шаманистам, буддистам и так далее, и так далее, может, там, говорить, что он татарин, там, башкир, еврей, то угодно, да? Но это уже как бы интимное дело человека, да? Вот, я думаю, что если мы сумеем, вот, выстроить такую систему, когда человек не будет стесняться того, что, тем более, что за границей все равно, да, там, человек может говорить, что он татарин сколько угодно, его никто не услышит и не поймет, да? Вот, и, там, любой другой, да, если человек не будет и здесь стесняться говорить о том, что он русский татарин, там, или русский еврей, или русский, там, или башкир, или, там, я не знаю, аварийц, да, то это может, как бы, мне кажется, достаточно далеко нас продвинуть. А с другой стороны, если там те люди, которые говорят, что мы-то настоящие русские, да, тоже поймут, что, вот, если ты настоящий русский, ты тут же должен признаться в том, что ты метист. Вот, просто что-то у тебя нет никакой частоты крови. В смысле, вот, вот, гитлеровской частоты крови никакой нет, да? Вот, смысл национал-социализма, что мы все мешаны изначально, да, потому что мы приходили на земли в финно-угров, и знаменитые русские северные красавицы, они все до сих пор на себе несут черты вот этих вот финно-угров, которые ввели в состав русского народа. Да, мы метисировались с тюрками еще до того, как там началось все, что началось, да, там, половцы, копчаки, да, вот, печенеги, да, все эти браки, которые существовали не только между верхушкой общества, но и на любом уровне, да, там, потом вливали в состав русских, там, и западные славяне, и евреи, и немцы, и балты, там, и кто угодно, да, вот, и... Все, как бы, любой, любой русский, это человек, вобравший в себя разные этнические компоненты, да, вот, если, в том числе, вот, русские-русские это поймут, то, что, на самом деле, мы знали о себе сто лет тому назад совершенно легко и гордились этим, как бы и не отрицали этого, да, в отличие от этих вот наших нациков, которые бегают то с битыми головами, то еще с чем-нибудь, вот, значит, вот. Не переживали по этому поводу, считали, наоборот, это свои силы, свои достоинства, то, что все хотят быть русскими, все выносят свои лепты у наших копий. Вот, если мы сможем как-то вот в этом направлении продвинуться, я думаю, что мы многое осуществили. Насчет той триады, о которой ты говорил, я, безусловно, разъедаю идею о том, что надо возвращаться к единству нашей истории. Здесь, впрочем, конечно, да, я не могу тебя не поддержать в одном и одновременно не пропонировать себя в другом, потому что мне повезло так, я похоронил где-то по матери в 99-м году жизни, в 96-м году, и когда я вышел из 21-го числа августа 91-го года из парламентства нашего здания и попал домой, откуда я 19-го числа прогнал с детьми свою жену, чтобы она уехала куда-нибудь. Потому что еще просто я иду, просто, как бы, умер, да, и чтобы на нее мерзко становились эти репрессии. Вот, наконец, до меня дозвонился дед, и он сказал только одну фразу, потому что, ну, естественно, он тоже пережил за эти дни, когда ему никто не отвечал по телефону. Мало, наверное, не покажется. Он сказал, ты знаешь, в октябре 17-го года я понял, что у меня вот не родина. В октябре 17-го года именно было 20 лет, у него была невеста моя будущая бабушка. Вот, то есть я не могу отрицать того, что это был страшный разрыв, да, но вместе с тем нельзя и выкидывать все это, потому что мы, если мы хотим это преодолеть, то мы должны дать себе отчет в том, что это не... Досадный эпизод, а все-таки, как-никак, но это результат определенных общественных умонастроений, которые потом вылились в действие, в том самом деле. То есть мы все-таки не можем снимать с себя ответственность за это. Любое прошлое нельзя выкидывать, конечно. Я не призывал выкидывать, это невозможно. Нет, ну просто, то есть это разрыв, но не тот разрыв, что вот мы не тут пропасть, перепрыгнем и все будет замечательно. Я вот в этом смысле, да? Я просто считаю, что выкинуть это нельзя и забыть нельзя, наоборот, надо помнить. Оценка должна быть? Да, оценка. Это пример для подражания и продолжения, или это наша катастрофа, которую нужно оценить как катастрофу? Вот оценить, да, при этом оценить это без сюсюканья, потому что… Без предвзятости. Да, без предвзятости, без сюсюканья, потому что часто ведь нас призывают к тому, давайте не будем трогать, потому что живые люди, которые… И вы тем самым как бы вот червите их… Нет, вот я с этим не согласен, потому что если обсуждать это бесхамство, если обсуждать это аргументированно, если апеллировать к… Тем проблемам, которые переживали все люди, жившие в тот период, да? Все, так или иначе, сталкивались с теми или иными красотами советского строя, да? То, на самом деле, никакого оскорбления мы не вызываем. Духовность, о которой ты говоришь, я вот готов ее рассматривать, будучи православным человеком, исторически. Дедушку вот тоже самое меня привел в церковь в четыре года. Так что это… Да, я думаю, что надо акцент сделать вот именно на этих вот фундаментальных, вечных церквях. ценностях, которые, да, безусловно, как бы вот донесены до нас, донесены до нас православия. Для нас, для православных донесены православия, но на самом деле они являются общеабрамическим достоянием. То есть иудаизм, и христианство, и ислам. И именно поэтому они смогут стать объединяющими. Кроме того, среди вот тех вот фундаментальных реперов все присутствуют в буддизме, который тоже является четвертой, как бы, традиционной религией. Ну, и я не так хорошо знаю шаманизм, но я думаю, что большинство из них, если не все, разделяются и представителями языческих религий разных существовавших. Вот здесь я, кстати, должен сказать, просто я был на этом не очень правильно понятен, я имел в виду, что когда православие осуществляло прозелитизм, да, тем не менее, если говорить вот о малых народах севера, то их вот культовые места не осквернялись, сознательно не осквернялись. Мы знаем, что они сохранились, да, мы знаем, что, да, сохранились там, я не знаю, языческие рощи даже в Поволжье, да, то есть православие с этим мирилось, православие с этим мирилось, боролось, но не так, как католики, да, нет, 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 минуточку, минуточку. Значит, политики, такой, какая была у католиков и протестантов в отношении, язычники, вот такой жесткой политики, в русской православной церкви не существовало просто, это действительно так, это тоже факт, который необходимо осмыслить, потому что мы иногда экстраполируем то, что происходило в западном христианстве, как бы на то, что происходило в восточном, многие вещи совпадали, но огромное количество вещей не совпадало. И там, я не знаю, и у Эвенов, и Эвенков, там, я не знаю, и у Ханты, и у Мальцы, сейчас главная проблема с их культовыми местами связана с тем, что они оскорблены нефтью. Когда я говорил о том, что это сделано советскими, это просто потому, что многие просто уничтожены или там нефтенными разработками, или разливами нефти, или тем, что там туда, через них проложены дороги, которые ведут к разработкам. Вот о чем это речь, да? То есть, просто с этим не считать. Вот. А тем более, что там, если говорить о малых народах севера, там просто в этих священных местах уничтожать-то было особенно нечего, да? То есть, это были просто места, где люди собирались, некий, там, точка силы, да, как это говорит, как говорят, да, где люди собирались и медитировали. Вот. Там, как бы, никаких особых идолов еще такого не стоял. Ну, проблема, нет проблем, какая-то есть. Да, 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 да. То есть, в данном случае, как бы, вот, если подходить достаточно... Да, 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 да. Да, 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 да. Если, если... Ну, вот, на него, если, да. Нет, мы на самом деле не поняли, что было сейчас сказано. Ну, конечно. Нет, не вы, не вы не поняли. А вот реплика, когда вы последовало, последовало вообще просто не на то. Нет, нет, вы просто немножко себя оцениваете, стараемся понимать про это. Вот. Значит, поэтому, я повторяю, если подходить к этому достаточно широко, то есть, я боюсь слово либерально, да, но, тем не менее, достаточно широко, потому что меня могут опять непонятно. Если подходить к этому либерально, то мы увидим, что вот та духовность, о которой ты говорил, она, на самом деле, может стать объединяющей. Да, то есть, если не подходить к этому узконаправленно. Вот, это то, чего вы не поняли. Согласен. Ну, то согласен. А все остальное вы не поняли, потому что я об этом говорю 10 минут. Вот. Стараюсь это понять. А, я говорю, понятно. Если хотят, то понимаете. Это же вопрос не только говорящего, но и воспринимающего. Да, если вы хотите, то вы воспринимаете. Если заповеди есть национальные идеи. А? Если заповеди есть национальные идеи. О, нет, в широком смысле слова, да. В широком смысле слова, да. Во, это заведута. но нет для нас она почему 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 я соглашаюсь потому что если мы вернем все понимание всего это безусловно я сейчас реализации национальной идеи которые ты говоришь потому что к этому необходимо вернуться да мы должны проделать свою часть и в этом смысле это это правильно да потому что я если возвращаться к своим корням тут безусловно надо возвращаться к корням терпимости да и не только терпимости над корням толерантности а то ли рара это между прочим не значит церпеть то ли это помню то о чем говорил иисус христос носите тяготы друг друга потому что то ли рара это значит нести чужую тяжесть я говорю надо возвращаться к корням они к современной трактов современная протоку вообще странно был круглый стол по толерантности на международном философском конгрессе вот философ к обществу там эта информация и допустим выступает американский профессор за толерантность так потом значит это выступает профессор сейчас может быть и синегалу ну ничего концентрировано вот и синегала и вот когда вот это призывает толерантности то такие вот люди американцы все время печатают долго станки работают искупают во всей африке неусполнимые природные ресурсы на доме даже искупать на китайцы выступает но же вот по имеющейся информации канадский профессор и он значит тоже вот поддерживает этого этого африканца и будет да в это я вот хочу привести такие примеры крупные мыслители которая за толерантность так они сами со своими коллегами были не толерантны не давали им говорить и так далее и вот как вот как такой-то профессор известный он значит это развелся своей женой и хотел даже ее с ребенком пришли в квартиру но суд оказался на стороне ребенка и вот это и есть на самом деле реально нет поэтому я вижу что надо вернуться нет надо вернуться вот это на коренном понимаем грехи было коренного понимания этого слова потому что повторил латинский глагол толераре значит нести тягот и другого нести его нож если мы к такому то может быть вот опять же что-то что-то изменится обустройство обустройство я думаю что понимаешь надо то есть это вполне может быть воспринято поскольку все же говорят об инновации да ну как бы они говорят опять же технологических в технологическом смысле но если подойти к пониманию инноваций широко умерсально то как бы это и есть обустройство да то есть это есть некие новые подходы которые обеспечивают качественный раз причем именно качественное развитие да то есть инновации могут быть какие угодно они могут быть социальными научными технологическими такие вот что я думаю будет трудно проходить это демократия конечно а ты почитай антикоррупционный пакет который внесен в думу что люди в носа тем более если эти люди квалифицированные юристы а так вот там прямо говорится что чиновник может нанести вред обществу и государство то есть общество и государство принципиально разделены если то тогда государство можно понимать только как власть только как власть как систему власти людей находящихся на вас а вот уже я жили у этой у так понимаемого государства то есть у власти есть отдельные интересы от общества то это в общем нет это это повод для судебного разбираться смотрят это не оккупации но это точно это точно не не вполне мягко говоря законный интерес потому что реальный момент потому что система потому что система власти даму человек находящийся во власть и как там поработавший на юною на прожать волю на нем надо да нет как бы власть должна служить обществе за это ей платят зарплату то есть люди таким образом чисто и откровенно признаются что ребята вот как бою есть ваши интересы есть наши а да а демократия наши служит тому чтобы контролировать власть понимаешь а и них там говорят что нет у нас есть свои интересы которые не знаете там как будут контроль они не вот почему вот смотри на же вообще политическая демократия политическая демократия вот наталкивается на есть как известно еще экономические демократии ну понятно я думаю что это у них там в америках и западных европах кризис либеральной экономики у нас кризис нелиберальный очевидно да там у нас она сверх монополизирована сверх государственно поэтому как бы понятно она она не либерально определить то есть нам из этого кризиса надо выходить ровно противоположным путем чем нам сейчас предлагается нам нужно примерно нечто похожее на указ о свободе торговли который сдал 1 января 92 года ельц и мы сразу увидели там бабушек которые какой-то некий продают то есть как-то люди стали зарабатывать все все шевеление началось с бабушек повторить надо да но ведь тогда то еще никто не сообразил что можно рэкетировать это дело ну а как же без налога нет а сейчас то уже все собрать когда-то милиционеры ходили и спрашивали бабушка чем-то занимаешься она показывала указ его извини потом не грузок хорошо ты это занимайся на то ты же понимаешь да делись на обязательную эта фраза никогда всегда была теперь так как бы все все вот коррупции это она же ладно там как бы там она там еще как-то иногда пишут о чем-то вот она же вот там она же на земле и это стало системным фактором то есть что значит системная уже сказано что у нас системная коррупция ставим не на сказано на минуточку президентом и пример коррупции заменяет идентичные места правил деньги все меня нет взяток с связанного страна дело в том что если если коррупция приобрела системный характер что такой системы это система образующий фактор это тот фактор на котором система держит они опять же сказали вещь я не знаю поняли что с вами сказали или не понял если это система образующий фактор то тогда вот у меня возникает вопрос как нам выйти на либерализацию нашей экономики не поменяв систему власти не поменяв вообще систему нашей стране при этом при этом при этом при этом нет ни а тема не реформируют а погодите я же господи я же сказал сменить эту систему сменить ну а ты мне говоришь приходя на следствие там объяснили я тебе говорю нет нет ответ к сожалению не ясен потому что тоже предполагает предлагает солидарность не есть ответ потому что если проблема состоит в одном как нам сменить эту систему не потеряв страну солидарность не предлагает ответа на вторую часть этого этого вопроса потому что сколько мне известны взгляды и гарика и бориса немцова предполагается просто условно говоря революционный способ изменения этой ситуации повторяем в этой в этой системе страны нам не сохранить вот вот в чем это то есть вот поэтому вот третья часть демократия к сожалению я думаю будет вызывать остеренелое сопротивление потому что повторяю с одной стороны это значит контроль над властью а власть этого контроля очевидно совершенно не хочет и отсюда там на генерализации сталина и всего всех остальных красот и безусловно она не способна либерализировать и не способна то есть это вот системная коррупция у нас же и существует сейчас такой очень своеобразный государство государство вы понимаете вопрос времени я боюсь что не у меня нет времени я боюсь что это этого времени может не быть ни у кого потому что то что сейчас я просто немножко может быть там не знаю знаю о том что сейчас вообще творится в мире не не из газет и и из средств массовой информации вообще даже не из интернета в общем на самом деле если мир не найдет в очень оперативном режиме выхода из сложившейся ситуации и россия не сыграет в этом существенную роль трансформируя саму себя прежде всего потому что кризис это прекрасное время для модернизации для трансформации то в общем в ближайшем будущем течение нескольких лет нас вполне может ожидать большая драка может быть уже мобилизационный план большая драка по-настоящему драка за что это вот как случилось первая мировая война на самом деле на самом деле да то есть переформатирование мира вот нет 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 писать книги и знать разные вещи значит вот перед вами сидит историк на минуточку да поэтому я повторяю значит если посмотреть на фундаментальный вещь первая мировая война случилась действительно не из-за чего то есть была масса мелких интересов которые были возведены в абсолют я это посмотреть на глубокие интересы тех кто в том числе инициировал эту войну я имею ввиду там не политический класс да а те которые там пытались решить какие-то в том числе экономический интерес оказывается что никто от этой войны по-настоящему не выиграл потому что потом случилась правильная война так первую мировую вторую мировую войну разделять между собой вообще большая ошибка и это одно и то же tenant my dearer а мировая война завершило то что начала первое и из-за того что вторая мировая война началась и показано что первая мировая война началась по ложным целям по ложному залеполаганию а не поистинного потому что если бы она случилась поистину то все вопросы были бы решены а пришлось второй мировой надо решать тем в те вопросы которые вытекли из ложных целей по которым началась это очень сильное упрощение марксистского толка автро-венгерская империя не ставила пред собой такой задачи и более того она туда влетела в общем не шибко-то стремясь к переделу мира потому что не шибко есть еще находимся в ситуации когда есть масса можно поставить такое доклада послушать я со многим поспорил на может быть я разрешите мне два слова сказать поскольку касался меня только небольшое уточнение что касается рассказала хочу это подчеркнуть уж несколько раз эти вопросы задавали когда негативно отношусь к ссср во первых я отношусь советской системе советские люди ну да я подводу во вторых советский ссс никуда деть нельзя речь идет просто об оценке потому что когда нам сегодня предлагают в качестве образцов и идеалов героев советского союза могу сделать мониторинг газеты известия за последний месяц за последний месяц была большая статья о 90-летии патоличу многие не знают такой министр торговли ссср внешней торговли ссср а соломенцев обязательство вина рс фср а 90-летие в лксм о годовщине ноября и так далее то есть она вся возрождает советские правила как ни в чем не бывало вот это меня не устраивает об этом что они писали про патолича и соломенцев но что это совершенно замечательные люди причем знаете про патолича была такая такая фраза что когда брежнев вызвал патолича высказала может он будет заниматься внешней торговлей патолича сказал я не дали еще же в этом ничего не понимаю а брежнев вы же министром ах но если министром тогда хорошо фактически потрясающе вот короткий ответ пусть трижды порядочные понимаете у гитлера были в комочке наверно не самые разные были люди ты меня здесь я не успеваю на ее нам не цена распевает второе что я хочу сказать вот ты говоришь русские русские давайте рамки русские дело вне мишка словом кульмане понимали мультика вообще да там россия дело в том что русскими очень важно это все очень эмоционально для людей никакой весьма рост в море никогда не назовет никакой татарин не назовет себя русским аборт он забеет а порта он все называет россиянином и почему дело в том что вообще русскими начале двадцатого века называли совсем не те кто сегодня называть или аружки были великороссы лоросы и так далее все они назывались русскими слова русский фактически мил практически тот же смысл что и слова россиянин сегодня и поэтому если объединиться tech теория и поэтому вот нужно два слова русский россиянин как хочет от себя и называет ни один просто слова россия прилагательный русский нет российской есть русский язык государства российские со времен петра первой и российские россияне это не российской литературе между прочим филенсгаузер который открыл это 1820 какой-то российские острова не помню точно российский это старое слово а так вот мы тоже в чем-то солидарно и тут мы доказываем что Россия есть служение и культура междунационального общения формируется не в процессе толеранции а в ходе трудовых усилий на каком-то трудовом участке в ходе служения россии вот культура международного общения хорошо господа у меня возникли паторские полномочия я и докладчик я все ими ведут у нас осталось 12 минут пожалуйста мы продолжаем обсуждение или какие есть предложения вот рука пола а вот просто тоже было же выступление 20 слова я поняла как периферии как всегда вот ничего не понял я говорил все вот по вашей реакции я говорю о ценности всего это я поняла как всегда к этому как ценности относиться это неправильно тогда извините знаете я не не удивляюсь в общем так идет дискуссия и так должно должна развиваться дискуссия мне бы хотелось все-таки сказать о том что что в наше время вот сейчас когда мы говорим о ровскости ровскости россияне я сравниваю переношу эти понятия на понятие этнос как все-таки любой этнос себя это мы и они вот сейчас я выслушала аргументы в пользу российского менталитета или как угодно сказать это можно то что нас объединяет но феномена русскости я не услышал он безусловно есть но не только в том чем по в чем похожи все так сказать здравомыслящие люди издается журналом современный гуманизм там и так далее это вообще человеческие ценности так в чем же россии именно российские вот это мне кажется не очень четко звучало потому что и есть духов духовные ценности и пусть не на православном христианстве и так далее да безусловно все это объединяет то зачем я пришла как бы сюда мне хотелось этого услышать возможно все у своей неграмотности нечуткости я этого не услышала но классовый подход он существует здесь понимаете потому что я очень рада что Игорь Борисович величайший конечно знаток России я вас знаю еще со времен первого русского съезда российской интеллигенции и вот я почувствовала как носителя русской культуры носителя вот конечно в нем это есть все остальное как бы вы знаете именно в чем феномен за что бороться русскому народу вот это вот ну да мы все похожи мы все очень хорошо этого вот нет мне кажется это проблема я почему об этом говорю потому что сейчас коренные народы севера в чем же в чем же они они безусловно граждане но как измерить их культуру да им действительно социальные льготы от этого дают ну действительно актуален вопрос где вы посоление и так далее вот вы как интеллигентные люди совершенно даже может быть понимать что Даша мамы какие-то картинки образ коренного народа севера его он вообще не соответствует той действительности в которых проживают эти люди это дикое привык не буду говорить об этом итак образ совершенно не тот мы как россияне не хотим понять другой культуры мы говорим вот мы вот так объединяем вот православие ну естественно что православие не первая духовная культура другой скажет а у нас вот видите не нужно на таких вот вещах спорных в историческом плане не нужно это не может объединить понимаете то есть дифференциация должна быть и конечно обобщение вот я думаю это очень большая работа и наверное она будет успешно продвигаться все спасибо где то все таки мы приблизились конечно я тогда буду очень краток значит Игорь Борисович с удовольствием он ваши лекции прослушал и воспринимаю так сказать да воспринимаю вот эту триаду значит что я хотел сказать что помимо помимо идея Москва Третья Рим параллельно параллельно появилась и существовала идея симфонии как бы она шла еще от споров иосифлян и нестяжателей а потом как бы активно ее пропагандировал жизнь патриарх ником реформатор основа симфонии ну ником понятно грекофилом был он не приемлил Третий Рим вот все шло от Иерусалима так сказать и Новый Иерусалимский монастырь и дальше он собирался там строить у него своя была идеология в этом плане но основа была как раз идея симфонии отношения церкви и государства это понятно есть цинерепапизм или папоцентризм кто чему подчиняется да вот и собственно говоря может быть в этом так сказать был на том этапе в семнадцатом веке конечно он настаивал на том чтобы царь подчинялся церкви чтобы Алексей Михайлович пришел в этот Новый Иерусалим поклонился так сказать вот и эта идея она собственно говоря и дальше имела свою трансформацию в том числе и Россия вот но собственно говоря от этой идеи симфонии там выпадал человек а вот если бы он не выпадал человек и в этой системе он присутствовал бы значит то появилась бы система условно сказать дух душа и тело где тело государства школы дух соответственно представляет церковь в православстве представляла церковь pretty much духовность а тело соответственно человек и собственно говоря это понятие трикотомия собственно говоря вот передо мной выступал повышу ж мether ин соответственно believes человека вот и собственно дух духовность а духовность через культ культуру она должна влиять на социальное обустройство общества я бы сказал что слово культ и культура конечно однокоренные но культура означает возделывание да не мой взгляд латынь надо знать и не и не тот и не другой это возделывание с культом с культом с культом слова культура латинское слово барышня означает означает селекция не знаю и как не связано однокоренные слова это знаете как врач и в рай однокоренные слова и ничего больше это просто караул понимаете но она имеет специалист по древним языкам вы мне будете расставить самому молодому предоставь представьте пожалуйста я хочу сделать объявление всех присутствующих нам разрешили до восьми работы значит если вы хотите то примерно конце января мы можем провести следующую встречу клуба где вообще взялся выступить сергей николаевич базан это такой уникальной истории который действительно знает историю и узнает стык советского и российского вот начало двадцатого века гражданская война первая мировая война что происходило и так далее и так далее если вас интересует это мы можем устроить такую встречу подумайте как-то выразить а теперь давайте послушаем его сегодня нет представьте меня зовут сергей александрович а фамилия басякин я как самый молодой здесь присутствующий человек все-таки скажу свое мнение самого начала мы обсуждали тему национальной идеи я считаю что национальные идеи не надо сочинять она всегда была она всегда исходит из души русского человека и это есть как раз та самая цена людей которая была к знамической россии это православие самодержавие и народ все не надо никаких демократий демократия бывает разным демократия бывает выбором но по демократии мне надо путать демократию и правовое государство я считаю что россия должна быть правовым государством но это не значит что это демократия. Это может быть не демократия, это может быть классика наша. Демократия, она эффективна всегда. Почему тирания? Вы согласны быть поданным? Нет, я согласен, да, я русский человек, я согласен быть поданным русского православного царя. Это правовое государство, такое поданное. Российская импера – это самое правовое государство. К 17-му году самые специалисты, юристы, самые лучшие дни. Уже слышали про самого лучшего страна? Нет, это базы наши, это наш фундамент. Сейчас России не существует. Сейчас существует некое государство, которое взяло свое преимущество. Вот Советского Союза, Игорь Борисович, это неоднократно говорил, называется Российская Федерация. Которая по сути своей является совком, не является не Россией, а является антирусским государством. Все руководство Российской Федерации, оно, извините, по духу своему антирусское. Я его не ощущаю русским. Это не Россия, то, что все знают. Как оно может быть иными, если оно чекистское? Я просто так аккуратно сказал. Я вижу, какой Россия. Россия должна быть, как говорил Игорь Борисович, предприемство и правовое от Российской империи – это законное постановление. Юридически это эффективно и возможно сделать. Это институция, то, что было проведено в странах Балтии и Польши. Это возможно, это нужно, это сейчас надо делать. И, значит, духовное предприемство – это та наша русская православная вера, которая находится в душе каждого русского человека, и все равно она проявится. И быть русским – это значит быть русским по духу, не по крови, не по культуре, а именно по духу. Вот русскость, она в душе находится, русских людей. И скоро она проявится. И я считаю, что русское государство – это, поймая, как Игорь Борисович говорит, с Российской империей, это и духовная, и нравственная культура. То, что сейчас видим – это государство деградирующее, оно будет сейчас распадаться на кусочки. Мы это знаем как по Советскому Союзу, который по национальным республикам распался в итоге. Сейчас это распадется, и мы видим через усиление Татарстана, через усиление Башкея, Дальний Восток. Там проблемы, сейчас начинается Кавказ. Все, уже Российская Федерация распадается фактически. Это никто не признает. Сейчас чуть-чуть с Кавказа деньги уберут за счет того, что у нас финансовые грязи. Все эти республики уберут, и их признали независимо. И потом уже нам придется эту Россию собирать заново, по кусочкам. У нас сейчас проблема, у нас сейчас государство все равно уже. Потому что во власти сейчас находятся люди, которые по своему уровню развития, они духовно низкие. Будущее, целеполагание абсолютно не народное. Наравственности нет. Наравственность утеряна, и все это люди чувствуют на улице. Люди уже начинают говорить об этом всю ночь. Кризис явный, крризис нравственный. То есть там нет нравственного. Люди высокой чести, высокой гуртуры, высокой нравственности. Но именно такая Россия должна быть. Как вот, например, все русские генералы, последний граф Келлер. Мне как бы он сказал фразу, это хорошее, что меня всегда поражали люди, которые ради своих каких-то нажив, ради каких-то стремлений готовы терять свои нравственные истории. Это поразительно. Я тоже этому удивляюсь. Однако это происходит и не очень понятно, как это остановить. Так, ну что, господа, вот... Знаешь, кто-то вот очень хочет что-то важное сказать. Одну маленькую справку просто. Да, вот православие самодержаве и народность. Как это возникло? Известно, кто создал эту форму? Графуара. 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 Откуда он ее взял? Это, между прочим, можно прочитать. Формула королева Виктория. Вера, монарх, нация. Вот он ее перевел. Православие, самодержавие, народ. Он сам этого никогда не скрывал. Это к тому, откуда что растет. Здесь есть еще одно, очень важное. Поэтому... Все эти слова переведем на русский слов. Они приобретают ассоциативный ряд. Что значит? Но как бы из души это выросло у королева Виктории. К сожалению. Последние... 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 Последние полминуты. Давайте, да. Дема, уважаемые дамы и господа, слава на земле. По моему собственному разумению, неважно как мы сами думаем о русском народе и его роли. Важно то, как о нас думает Господь Бог. Господь, русский это третий богоизбранный народ. Богосозданный народ. Киевской, Крещенской купили. И наша задача еще не выполнена. В связи с этим, мы должны реагировать исключительно на нашу правословную веру. Ибо мы третий богоизбранный народ. Учения других народов для нас не ждут. Спасибо за внимание. Игорь Борисович, а историк будет это? Вот тема революция, вот это... Первые двадцать лет двадцатого века. Да. И вот в свете этого деятельность Столыпина и отношение Столыпина к Балканской войне, к Балканам и к Первой мировой войне грядущей, которую он предвидел. Будет эта тема обсуждаться, а то я посмотрел столько тому Столыпину, а его, не знаю, какими ухищрениями я эти документы достал. А Столыпин и еще несколько генералов выступают против Российской войны. На нашем клубе. На сайте вам известно, я надеюсь. Да. На сайте известно. Ну, если будет, то не усеченная биография, скажем, Столыпина. Тойте. Если вы ее представите, пожалуйста, публикуйте. Ну, просите, надо... У меня на моем сайте есть это выступление Столыпина. Напишите на сайт, мы ее опубликовываем. Пожалуйста. Полностью протокол. Полностью протокол заседания, как Столыпин и еще один генерал выступают против Извольского, чтобы Россия ни в коем случае не отступала в войну. Что это проведет гибель и белье. И не Незла на Балканах. Не голову и не для вас сделано. Дальше. Программа. Да, я читал. Правда, ничего не пригодилось. А вы слышали за чего-то? Я не читал. Мы что-то чего-то читал. Пришли кreatki на Балканах. О, и вот. Мы совмещаем… Мы с вами этим определим… Удем дальше. Редактор.